Мне кажется порою, что солдат В скровавых, не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса Не потому так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса Ранним утром 30 сентября 1941 года Началось прожившееся почти 7 месяцев Колоссальное сражение Которое должно было решить судьбу Советско-германского фронта Либо Москва будет повержена Либо наступление летных Собуд сольвана А это значит, что фашистская Германия Проиграет эту войну Немцы назвали эту операцию Тайфун В России же она известна как битва за Москву Случилось то, на что не рассчитывали Германские генералы Русский солдат сумел стоять в древнюю столицу Войска четырех советских фронтов сумели остановить Германскую группу армии Центр В битве за Москву были совершены тысячи подвигов Многие стали хорошо известны Другие меньше Но все герои прилили бессмертие в память народа И мы захотим рассказать про некоторых из них Вера Волошна 21 ноября Вера Волошна Боец на свет отдела штаба Западного фронта Направилась в немецкий тыл в составе группы разведчиков Вместе с Зоей Космодельянской После выполнения задания При возвращении группы впал под массированный обстрел И Вера была тяжело ранена Передвигаться дальше не могла Фашисты захватили Веру в плен Ее ждала таща, что Зоя Космодельянская Пытки, издевательства и виселица 29 ноября 1941 года Перед тем, как фашисты казнили Веру Она кинула карателям лицо Я не боюсь смерти, за меня отомстят мои товарищи Наши все равно победят Петр Лихачев 21 марта 1942 года В районе деревни Клящина Старший сержант Лихачев Успешно отбил атаку Наступающих фашистов Воспользовавшись со всеми немцев Петр Лихачев И еще 16 красноармейцев Бросились в контратаку И ворвались в первую линию окопов Солдаты захватили два тота с пулеметами Но вскоре ситуация изменилась Группа Лихачева оказалась в окружении Затем открыла окон немецкая артиллерия Почти 30 часов группе Лихачева Удобалось сдерживать противника Сам старший сержант был ранен Но продолжал руководить обороной Когда закончились патроны Лихачев повел остаться в живых товарищей Прокопашный бой с фашистами Предпочитая смерть плену Дмитрий Лавренков 17 ноября в бою В деревне Луцова Он назвал выгруженный в Москве Т-34 Сам в одиночку атаковал Двигатель превышал осет Танковый колонный немцев Восьми машин Когда танк Лавренков погибал в поле боя На шоссе горели шесть немских танков Всего в Москве он провел 28 танков боев И уничтожил 52 немских танков За последующие три с половиной года Ни один танкист Танкист мог повторить его рекорд Все все и так Лавренков подбил 18 декабря 1941 году Под городом Бавуранском В этом же бою Он был убит Осколком беномета и мины Всего за неделю В 10 ноября Перед смертью он не стал домой Продлятый раз Стремится к Москве Но ему не идти до Москвы Он будет разбит Василий Архипов 30 декабря 1941 года Гвардейские кавалеристы Выбили фашистов из деревни Ямб Смоленской области Однако противник решил Что во что бы это ни стало Вернуть утраченные позиции Гвардии Младшему сержанту Василию Архипову Было поручено Прикрывать левый фланг Кавалеристам Трижды фашисты Поднимались в атаку Трижды огонь У ребенка Архипова Заставлял их отступать На свой счет В этом бою Сержант уже записал Более 60 человек И в третий раз Немцы обошли На гронда Драку На явное Но вскоре у него Закончились патроны Ситуация была безвыходная Немцы окружили позицию Архипова Сколько мог Он отстрелся из нагара И последнюю пуль Архипова Стала для себя Гвардии Спочел смерть плену Иван Петрович Иванов Ивану Петровичу Иванову Было 70 лет 11 декабря 1941 году Через деревню Через деревню Женгин Двигалась крупная Немецкая автоколонна С 40 автомобилей Ужжено оружием Биеприпасов Фашисты Угрыжали оружием Потребовали от местного Жизия Ивана Петровича Иванова Чтобы он провел Фашистую автоколонну К месту Основной их дислокации В районе города Тула Иван Петрович Иванов Побил колонну В указанном направлении И завел ее В глубокий ограб У реки полоснета Выбрыться по крутым И облегнявшим Склонным на враг Застрявшую в снегу Немецкие автомашины Уже не смогли Фашисты Расстреляли Славным патриотом Иван Петрович Иванов После 328-го Вновь повторил Побиль Своего соотечественника Ивана Сусанина Иван Мещеряков Гвардии капитана Ивана Мещеряков Сружался с немцами С первых дней войны Он был летчиком-устребителем И лично забил пять самолетов Противника Причем один из них Таран 8 февраля 1942 года Иван Мещеряков Получил задание Прикрывать выход Советских частей Из окружения У города Ружев Когда в небе Появились фашистские самолеты Мещеряков Вступил с ними в бой А после того Как закончились боеприпасы Мещеряков пошел На воздушный таран Вредившись на своем Истребителе Фюзеляж фашистского самолета Немецкий самолет Рухнул на землю Но и сам Гвардии капитана Иван Мещеряков Получил Венедикт Ковалев Осенью 1941 года Лейтенант Венедикт Ковалев Прикрывал небо над Москвой На 14 декабря То есть 1941 года Лейтенант Венедикт Ковалева Вылетел На очередное боевое задание В районе станции Венецова Авиагруппа Попала под сильный огонь С земли 26 летенант Побел свою машину Напрашивая зенитную батарею Однако его встретила Плотная стена Огня И самолет Загорелся Ковалев направил Свой горячий самолет Вниз на немецкую Зенитную батарею Немецкие расчеты Были уничтожены В огне Взрыва самолета Венедикт Ковалева А нашим самолетом Небе Больше никто не угрожал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok